Здравствуйте, меня зовут Фадеенко Варвара Борисовна. Тема моей работы — многофункциональный радиолокационный комплекс для дистанционного контроля состояния окружающей среды и поверхности Земли. В связи со стремительным развитием атомной энергетики и различных предприятий, использующих технологии с применением радиоактивных элементов, растет вероятность радиоактивных загрязнений атмосферы и поверхности Земли. В отличие от большинства опасных загрязнений, радиоактивные выбросы в атмосферу могут перемещаться на большие расстояния от источника их образования. Поэтому актуальной задачей в этой области является обнаружение радиоактивных выбросов и их перемещение. Для контроля за облаком радиоактивных выбросов используется множество методов, но наиболее актуальным из них является радиолокационный метод. Основной целью моей работы является усовершенствование существующей и использующейся в настоящее время радиолокационной станции путем модернизации основных ее узлов, антенной системы и приемного тракта для дистанционного контроля атмосферы. Поэтому необходимо разработать антенный комплекс, в котором излучающие и приемные антенны разделены. Радиолокационный метод дистанционного контроля основан на получении приемными антеннами отраженного от радиоактивного выброса сигнала. Для того, чтобы отраженный сигнал малой мощности был принят без значительных искажений, необходимо усовершенствовать приемный тракт, а именно установить волоконно-оптические линии передачи свечей сигнала. А также необходимо получить и проанализировать экспериментальные данные. На рисунке представлена структурная схема работы радиолокационной станции по обнаружению и исследованию радиоактивного загрязнения в атмосфере. Радиолокационная станция, использующаяся для контроля за радиоактивной обстановкой, расположена на безопасном расстоянии от исследуемой области воздушного пространства. При радиоактивном выбросе в атмосферу в ней формируются плазмоиды, ионизационные образования. На рисунке они обозначены цифрой 2. Плазмоиды возникают за счет ионизации воздушной среды. Важной особенностью этого образования является отличие их плотности и показателя преломления от воздушных образований в атмосфере. Антенна, работающая на передачу, излучает СВЧ-сигнал, который отражается от плазмоида. Отраженный от ионизационного образования сигнал малой мощности поступает на приемную антенну радиолокационной станции, после чего он усиливается и поступает на пульт управления 5. Основной измеряемой величиной при исследовании является коэффициент отражения от плазмоида. Существующие и находящиеся в эксплуатации радиолокационные станции в своей структуре имеют одну антенну, работающую по переменам на передачу и на приемы СВЧ-сигналов. Для расширения функциональных возможностей радиолокационной станции в моей работе предлагается разделение антенны излучающей и приемной. В качестве передающей антенны используется параболическая антенна широкой диаграммой направленности. Она установлена на неподвижной основе и способна вращаться по азимутальному углу на 360 градусов. Это дает возможность исследовать окружающую среду на наличие радиоактивных элементов во всех направлениях. Дополнительно имеется возможность перестраивать длину волны излучения в диапазоне от 2 до 12 см и изменять мощность. В случае, когда антенны разделены на передающие приемные, имеется возможность излучать мощность как в непрерывном, так и в импульсном режимах. Приемные передающие антенны объединены в антенный комплекс. Структурная схема антенного комплекса радиолокационной станции для исследования ионизационных образований приведена на рисунке. А – вид сбоку, Б – вид сверху. Параболическая антенна 1 излучает СВЧ-сигнал. Система сканирования 2 позволяет сканировать воздушное пространство в вертикальной плоскости от 10 до 90 градусов. Отраженный от ионизационного образования СВЧ-сигнал малой мощности поступает на приемные антенны. В качестве приемных используются 8 спиральных антенн, располагающихся сбоку на неподвижной опоре 5-антенного комплекса, наверху которого стоит проболическая излучающая антенна. Приемные антенны расположены по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга. Зона обзора каждой спиральной антенны составляет 60 градусов. Такое расположение приемных антенн 3 позволяет сохранить работоспособность радиолокационной станции по всему азимутальному углу в случае выхода из строя одной из них. Кроме того, сканирование и вращение излучающей антенны не оказывает существенного влияния на характеристики приемной антенны. Для исключения влияния помех различного рода на передаваемый от приемной антенны отраженный сигнал от флозмоидов, в том числе и малой мощности, к устройству обработки предлагается использование волокон оптических линий связи в качестве каналов для передачи СВЧ-сигналов. Оптические элементы, установленные в приемном тракте, обладают высокой устойчивостью к электромагнитному излучению. Введение волокон оптической линии передачи СВЧ-сигналов в приемный тракт радиолокационной станции позволяет уменьшить потери отраженного сигнала, снизить дополнительные помехи и наводки, сделать приемный тракт легче и удобнее для эксплуатации, в том числе и на объектах морского базирования, где имеется достаточно мало свободного места для размещения и сильный уровень электромагнитных помех от различного рода станций, а также увеличить чувствительность приемного тракта. Для проведения исследования уровня радиоактивного загрязнения атмосферы необходимо решить задачу по оценке коэффициента отражения R электромагнитной волны от плазмоида как функцию от длины волны излучения λ радиолокационной станции. На рисунке представлена зависимость коэффициента отражения R электромагнитной волны от плазмоида, сформировавшегося от ионов изотопа азота, от длины волны. Графики 1, 2 и 3 соответствуют значениям концентрации ионов изотопа азота на сантиметров в кубе. График 1 – 10 восьмой, график 2 – 10 в девятый и график 3 – 10 в десятый. Анализ полученных зависимостей показал, что концентрация ионов оказывает существенное влияние на положение точки минимума, а именно это значение λ, с которого начинается непрерывное увеличение коэффициента отражения СВЧ-излучения плазмоидом. Кроме того, было установлено, что для каждого типа ионов данное значение λ разное, поэтому для проведения более подробных исследований этих зависимостей в окрестности минимума необходимо разработать параболическую антенну с шагом перестройки длины волны 1,1 см и менее. Это существенно расширит возможности исследования физических свойств плазмоида с использованием радиолокационной станции. Волоконно-оптические линии связи в приемном тракте позволяют улучшить разрешающую способность радиолокационной станции при исследовании большого числа малых по размерам радиоактивных загрязнений большого благораспалочного малого образования. На рисунке представлены результаты использования приемного тракта с волоконно-оптической линией связи при обнаружении радиоактивных загрязнений на расстоянии L от радиолокационной станции. Радиоактивное загрязнение от источника, расположенного на расстоянии более 70 500 м от радиолокационной станции, поднимается в атмосферу на высоту H. В зоне источника загрязнения действуют ветряные потоки, которые наклоняют шлиф выброса и рассеивают плазмоиды. Это зафиксировано на полученных изображениях. Основная засветка за радиоактивным выбросом это отраженные и переотраженные сигналы СВЧ от предметов изданий, например, АЭС. Анализ изображений показывает, что применение волоконно-оптических линий связи в приемном тракте позволяет более четко определить области радиоактивного загрязнения, направление его распространения и вероятный характер разрушения на более мелкие части. Преимущества модернизированной радиолокационной станции. Перестройка длины волны излучения в диапазоне от 2 до 14 см, которая позволит получить рассмотренную ранее экспериментальную зависимость коэффициента отражения СВЧ-сигнала в длине волны излучения. Излучение мощности как в непрерывном, так и в импульсном режимах при различной мощности излучения. Сохранение работоспособности приемного тракта радиолокационной станции по всему азимутальному углу при выходе из строя одной или нескольких приемных антенн. При выходе из строя одной из приемных антенн практически не наблюдаются потери информации из-за их особого расположения. Использование волокон оптической линии связи позволило исключить влияние электромагнитных помех на отраженный сигнал, поступающий от плазмоида в приемный тракт радиолокационной станции. При размещении на подвижном объекте разработанного антенного комплекса с разделенными антеннами на передачу и прием возникает большая проблема при наличии других антенных комплексов и помех различного рода, например, мощных ключевых элементов корабельной электростанции. Модернизированную радиолокационную станцию в таком случае эффективно использовать для дистанционного контроля на подвижных объектах, например, на объектах морского базирования. И в заключении скажу, радиолокационный метод контроля в радиационной обстановке является дистанционным. Это свойство наиболее значимо, поэтому в особенности радиолокационный метод актуально использовать для исследования мест, потенциально опасных с точки зрения радиационной обстановки. Дистанционные методы контроля являются самыми безопасными методами, которые в ходе исследования сводят к минимуму риск заражения техники и персонала, задействованного в исследовании радиационной обстановки конкретной области воздушного пространства. Отсюда следует, что исследования воздушного пространства радиолокационным методом по выявлению наличия радиоактивных веществ осуществляются на безопасном расстоянии. Спасибо за внимание и будьте здоровы!